всем привет вы на канале агроном агросайт меня зовут виталий и с этого видео я хотел бы начать новую серию лекций как вы их называете по фосфорному питанию по азотному питанию уже целый плейлист на канале он набрал очень много просмотров подписчиков прям прирост огромный поэтому я так понял эта тема вам очень интересно и точно такая же серия видео будет по фосфору это видео мы начнем с формулы расчета планируемой урожайности по содержанию фосфора в почве в продолжении я расскажу о поведении фосфора в почве точно так же как про азот рассказывал значит расскажу про формы фосфора как правильно отобрать агрохимический анализ значит какие поправки применить к формуле которую мы сегодня рассмотрим и какие вообще нюансы есть именно в фосфорном питании поэтому кому интересно кто еще не подписан обязательно подпишитесь нажмите колокольчик пусть вам приходят вовремя уведомления о каждом новом видео а мы начинаем на самом деле формуле нет ничего сложного значит мы считаем урожайность в тоннах на гектар значит для того чтобы нам ее рассчитать нам необходимо взять содержание фосфора в почве значит берем содержание фосфора в миллиграмм на килограмм вот здесь часто бывает путаница да многие агрохимические лаборатории выдают результаты в миллиграммах на 100 грамм почвы да тогда надо перемножить этот показатель на 10 обязательно смотрите на этот показатель в миллиграммах на килограмм почвы значит данный показатель мы умножаем на коэффициент 2 и 4 примерно сейчас я объясню почему значит в отличие от азота диагностический слой по фосфору 20 сантиметров и плотно плотность там почвы допустим 1 и 2 грамма на сантиметров кубе то есть в среднем коэффициент будет 2 и 4 на который мы умножаем далее мы умножаем полученный показатель на коэффициент использования фосфора из почвы тут тоже есть разница по типам почв дальше мы объясним как и какая точнее эта разница и все это значение которое мы получили перемножением мы делим на вынос фосфора культуры тонн то есть вынос культуры да он вычисляется в килограммах на тонну основной продукции с учетом побочные как всем известно то есть это все есть справочниках у каждой культуры свой вынос там допустим у зерновых это 12 примерно килограмм у допустим у рабса это 18 килограмм и так далее все это в справочниках есть эти данные можно поднять но есть одно жирное но многие из вас видели данную градацию в чем она заключается есть три разные методики мочигин чириков кирсанов да соответственно кирсанов по методике кирсанова анализируется фосфор подзолистых и серых лесных почвах по методике чирикова фосфор анализируется в черноземных почвах не карбонатных по методике мочигина анализируются те почвы которые имеют карбонаты в своем пахотном горизонте это черноземы карбонатные каштановые почвы сероземы так вот спешу многих из вас расстроить что данная формула не подходит к методике мочигина то есть вы судя по данным градациям вы увидите что данные отличаются в три с лишним раза и даже если вы начнете подставлять содержание фосфора по мочигину вы будете брать стопроцентный коэффициент использования в почве и вам не хватит элемента чтобы рассчитать на вынос культуры вот такой казус я пока не нашел решение как как с этим казусом побороться но я в поисках да я со многими специалистами общался но пока по методике мочигина ну нет такой формулы а все считают какой-то базис корректировки на почву и так далее но я думаю ближайшие там несколько лет я разберусь с методиком мочигина а сейчас мы рассмотрим конкретно по чирику для черноземных почв ну и для кирсанова данная методика тоже подходит только там коэффициент использования с почвы будет немного ниже об этом мы поговорим в следующем видео значит давайте разберем пример наша урожайность допустим мы получили содержание фосфора в почве порядка 100 миллиграмм до миллиграмм на килограмм в градации это среднее содержание там среднее от 50 до 100 миллиграмм на килограмм берем 100 умножаем на 2 и 4 это у нас получается 240 и умножаем на коэффициент использования средний по стерне если посев производится по стерне 10 процентов 0 1 и делим на вынос культуры это получается у нас 24 делим на вынос зерновой пшеницы 12 килограмм на тонну вот наша расчетная урожайность она будет равна 2 тонны на гектар то есть вот мы получили две тонны с гектара и 20 центнеров с гектара это тот базис в зависимости от которого как вы будете защищать культуру он либо на уменьшение урожайности пойдет по факту либо хорошо защитить и получить там плюс 25-30 процентов к урожаю базисному итого в нашей формуле есть несколько переменных а именно содержание фосфора в почве значит коэффициент использования об этом будет следующее видео он меняется в зависимости от обработки почвы и мне необходимо будет подробно объяснить вам почему это так происходит чтобы вам было понятно и вынос по разным культурам да у каждой культуры свой вынос фосфора с основной продукции значит вот если брать просто градацию которую я вот привел до в начале видео значит там среднее содержание это от 50 до 100 миллиграмм до привод средней формуле расчета то есть если здесь мы поставим 50 миллиграмм на килограмм то мы получим уже одну тонну с гектара вы представляете какая разница при средних показателях да что можно получить разницу аж в 10 центнеров то есть кому нужна эта градация по этой градации в принципе ориентироваться можно но это все очень условно и очень ориентиру ориентировочно да поэтому нам надо знать четкий показатель по каждому полю по содержанию фосфора тогда вы уже можете значит лоббировать коэффициентом использования в зависимости от почвы обработки и по выносу культуры корректировать в дальнейшем я взаимосвежу эти два плейлиста две серии видео по лимиту между азотом и фосфором и в дальнейших видео вы узнаете почему именно эти два элемента работают в очень тесной связке ну и соответственно по данной формуле мы рассчитали потенциальную урожайность культуры за счет почвы ну и дальше также как и в серии про азотное питание про формулу мы добавляем удобрения да на планируем урожайность то есть наша расчетная базисная за счет почвы 20 центнеров с гектара мы берем там удобрения допустим амофос в амофосе у нас там 52 килограмма действующего вещества фосфора значит мы умножаем его на коэффициент использования из удобрений 30 процентов 0,3 и делим на вынос культуры 12 килограмм на тонны то есть соответственно наша прибавка составит ориентировочно 1 и 3 тонны с гектарой за счет внесения 1 центнера амофоса все складываем данные два показателя почва 2 амофос 1 и 3 получаем там в сумме планируем урожайность базисную 3 3 тонны с гектара корректирующий коэффициент на защиту растений хорошую там плюс 25 30 процентов и вы планируете получить 4 тонны с гектара по данной формуле расчета кому было интересно ставьте обязательно лайк напишите свой комментарий особенно интересно кто работает с методикой мочигина как вы проводите расчеты потому что вот ищу прям мнение специалистов возможно появится в комментариях агрохимики которые умеют рассчитывать по данной методике ну а я буду готовить новые видео для канала агроном агросайт всем пока